Здарова народ! Как вы уже поняли из названия видео, сегодня мы попытаемся сделать металлическую маску Железного Человека Марк 2. Мы делали маску из бумаги и смолы, делали на 3D принтере, а сейчас попробуем скустарить ее из металла. Да, есть на ютубе персонажи, которые делали шлем и даже весь костюм из жести, но я не люблю ходить по протоптанной дорожке и поэтому попробую отлить для начала хотя бы маску из алюминия. Благо металл довольно дешевый и простой в обработке, а технологии литья не засекречены. Сначала я смоделил маску в программе Fusion 360 и напечатал ее на принтере. Склеил из деталей и зашкурил до гладкой поверхности. Сначала 120 наждачкой, потом 320, 600 и так далее по нарастающей, получив гладкую поверхность. Здесь на видео маска частично покрашена серебряной краской, это были эксперименты, и это сути дела не меняет. Потом я намазал ее жидким мылом и оставил подсыхать. Оно работает в качестве разделителя между пластиком и гипсом. Затем я взял алибастер и сделал две части разделяемой формы для литья. К сожалению, этот процесс я не снимал, но он не такой уж и интересный. Плавильню я сделал из ведра и той же самой алибастры, как делают многие в интернете. В качестве нагнетателя воздуха использую насос от надувного матраса. Материал я приготовил в основном от алюминиевых банок, предварительно отделив шлак от металла. Плавим в заготовке и, получив жидкий металл, отливаем его в форму. Как видно дальше, с количеством материала я немного налажал, и мне тупо не хватило. Окей, попробуем еще раз. Второй раз получилось уже лучше. Но формы плохо прижимаются между собой, и получились не проливы, а часть материала вытекла. Должен заметить, что гипсовая форма довольно сильно разрушилась при втором разе, и я решил использовать технологию литья по выплавляемому модели. Итак, теперь я взял силикон, который вы видите на экране, и проверил его на заявленные производителем характеристики. Все казалось норм. Дальше обмазываем слой за слоем нашу мастер-модель. Силикон не льется и застывает со скоростью 1 мм в сутки, поэтому и обмазываю. Затем я купил пчелиный воск и разогрел его до жидкого состояния на электроплите. Сделал форму для литника и залил его воском. Тем временем подсохла наша силиконовая форма. Я сделал ей каркас жесткости из гипса, чтобы она не гуляла. Заливаем в форму расплавленный пчелиный воск и даем ему остыть, приняв твердое состояние. Затем извлекаем восковку из формы и обмазываем ее плотным слоем гипса. Оставляем все это дело на некоторое время, чтобы все хорошенько просохло. Когда гипс высох, засовываем его в духовку в стиле фоллаут, предварительно установив посуду, в которую будет стекать тающий воск. И оставляем на некоторое время всю эту хреноту. Воск вытек и теперь мы можем засунуть нашу заготовку в ванну из песка. Летнику вверх. Разогреваем нашу печку и доводим алюминий до жидкого состояния. Ну и конечно заливаем его в нашу форму. Что было дальше, ты узнаешь из следующего видео. Поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропустить. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok